Здравствуйте, меня зовут Самоцкий Иван, я врач-травматолог-ортопед. Вы на канале МедИнфо. Сегодня я вам расскажу, что такое болезнь докривена, у каких людей она часто встречается, обсудим группы риска, из-за чего болезнь может развиваться у молодых людей, что делать, если вы столкнулись с данной проблемой, узнаем, как ее продиагностировать и какие есть тесты для определения у себя этого заболевания, как не допустить появления этой патологии. Я расскажу, как можно избежать ее возникновения и основные принципы лечения. Давайте же разберемся с этим методами доказательной медицины. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь на канал, ведь дальше будет еще больше интересных видео. Болезнь докривена, или еще называют стенозирующий тендовогенит докривена, это заболевание, которое характеризуется поражением сухожильного влагалища, что приводит к его стенозу, патологическому сужению, и двух сухожилий, которые в нем проходят, короткого разгибателя и длинные отводящие мышцы большого пальца кисти. Их функция заключается в разгибании проксимальной или основной фаланги большого пальца. Таким образом, вы можете совершать это движение и поставить лайк этому видео. При поражении стенок канала происходит его сужение, что ведет к усложнению прохождения сухожилий через влагалищу. С течением времени при постоянном повреждении влагалища происходит снижение его эластичности и появляется отечность, что еще больше затрудняет движение в нем сухожилий и приводит к большей болезненности и характерным щелчкам. Представьте, вы проводите цилиндр через кольцо. Это действие проходит без каких-либо трудностей, но при образовании на цилиндре утолщения и при снижении эластичности кольца это движение дается гораздо сложнее. Кольцо символизирует влагалище, а цилиндр – сухожилие, которое через него проходит. По оценкам, распространенность тендовогенита до кирвена составляет около 0,5% у мужчин и 1,3% у женщин с пиковой распространенностью более 40 лет. Среди всех стенозирующих тендовогенитов в тыльной зоне кистевого сустава эта патология встречается в 7-8 раз чаще канальных синдромов в других локализациях. Это заболевание известно с конца XIX века. Тендовогенит до кирвена назван в честь швейцарского хирурга Фрица до кирвена, который впервые описал его в 1895 году. Следует отметить, что аналогичное описание этой болезни встречается в классическом учебнике анатомии, изданном в 1893 году, автором которого был Генри Грей. Однако его работа осталась незамеченной, и на описанные им заболевания обратили внимание немного позже. Точная причина возникновения тендовогенита до кирвена до конца не ясна, но явно прослеживается связь между повторяющимися движениями кистью, в частности, разгибанием большого пальца. Некоторые авторы отмечают множество вариаций анатомии этого канала. Считается, что при некоторых вариантах развития эта болезнь проявляется реже. Чаще всего этим заболеванием страдают молодые мамы, которые неоднократно поднимают ребенка за подмышки, опирая его на большие пальцы. Связывают это еще с тем, что женщины часто совершают однообразные монотонные движения кистью в бытовых условиях, например, открыванием банок. Доказано, что риск развития тендовогенита до кирвена 29 раз выше у работников с такими же условиями труда. Особенно он велик там, где работа связана с необходимостью постоянного сгибания-разгибания запястья, закручивающих движения. Недаром Генри Грей назвал эту патологию болезнь прачек, у которых она возникала из-за постоянного скручивания белья при его выжимании. Заболевание становится все более распространенным и часто встречается у секретарей, рабочих сборочных линий, каменщиков, садовников, портных. Людей всех тех специальностей, где избыточный, постоянно задействован большой палец при постоянном использовании инструмента, например, ножниц или ножей. Также эта патология развивается у молодых людей, средний возраст которых около 20 лет. Заболевание связывается с хронической микротравматизацией сухожилий вследствие монотонных повторяющихся движений или длительном статическом перенапряжении. Патология чаще возникает на доминантной руке. Логично, что оно чаще встречается у правшей. Интересный факт. Среди всех людей правшей составляют около 85%. Доказано, что избыточное использование смартфонов, а именно мессенджеров, способствует развитию тендовогенита. Исследования показали связь между текстовыми сообщениями в WhatsApp и симптомами этой патологии. Анализ 491 человека, постоянно пользовавшихся смартфонами, дал положительный результат на тест Кельштейна в 53% случаев. Об этом тесте я расскажу немного позже. Болисты Кервена иногда называют «палец геймера», потому что она напрямую связана с геймерской активностью и избыточным напряжением сухожилия большого пальца во время использования гейпадов или смартфонов. Еще одной группой рисков выявлены спортсмены-волейболисты. Врачи обратили внимание на взаимосвязь между количеством и длительностью тренировок и появлением симптомов болезни Докервена. Исследования показывают, что увеличение времени тренировок и последующие микротравмы, связанные с профессиональной волейбольной деятельностью, могут увеличить вероятность возникновения этой патологии. Спортсмены совершают приемнича как раз на ту область, где развивается это заболевание. Риск возникновения болезни при постоянной травматизации непосредственно места, где сухожилие проходит во влагающее, существенно возрастает. Корреляция между частотой заболевания и расой принадлежностью не обнаружена. Постановка диагноза, как правило, не вызывает особых затруднений и основана на данных жалоб, анамнезах и результатах клинического обследования. Диагностику проводят терапевты или хирург, но более важная роль в лечении принадлежит травматологу-ортопеду. Доктор собирает информацию о наличии факторов риска, о которых я говорил ранее, и проводит диагностические тесты. Классический пример пациента, обратившийся с болью при движении большого пальца. Это женщина, недавно оставшая мамой. Боль беспокоит при выполнении бытовых движений и подъеме ребенка на руки. Пациентка, ранее профессионально занимавшаяся волейболом, все свободное время проводит, ухаживая за ребенком и переписываясь в мессенджер. При сборе анамнеза следует обращать внимание на особенности труда пациента. Наличие монотонных, повторяющихся движения с извлечением в трудовые операции большого пальца. Некоторые пациенты указывают на наличие в анамнезе травмы кисти. Она может послужить провоцирующим фактором. Сужение канала, через который проходит сухожилие, обычно вызывает боль в области кистевого сустава, особенно при движении большого пальца. Чем больше движений совершает человек, тем сильнее становится болезненность. Боль может надавать в область большого пальца и предплечья. При осложненном течении болезни слышится характерный звук прохождения сухожилия через сухожильный канал, похожий на щелчок. Также характерна отечность, которая может скрывать эти сухожилия. В норме они должны быть видны и пальпироваться под кожей. Самым показательным диагностическим критерием является тест Финкельштейна. Вы можете провести этот тест самостоятельно, в нейтральном положении, прижмите большой палец к ладони, сожмите его остальными пальцами и совершите движение в направлении мизинца, как бы оттягивая большой палец. Интересный факт. Этот жест также является международным универсальным сигналом о домашнем насилии, но сейчас не об этом. Этим тестом можно совершить нагрузку на сухожилия, которые поражаются при болезни Декерпена. При положительном результате вы почувствуете резкую боль. Еще один очень информативный нагрузочный тест заключается в соприкосновении кончика большого пальца подчередно с кончиками других пальцев, начиная с указательного. При положительном результате зачастую пациент из-за боли не способен дотянуться до мизинца, а иногда и до безымянного пальца, что вызывает повышение боли. Чтобы исключить другие заболевания и травмы, которые редко, но могут давать такие симптомы, рекомендуется проведение ультразвукового исследования или УЗИ. С помощью этого метода можно увидеть сухожилия и его движение в улагалище. Это поможет в установлении истинной причины боли. Иногда при наличии факта травмы рекомендуют проведение рентгенографии, чтобы проверить на косно-травматические повреждения. В самых редких случаях может понадобиться проведение магнитно-резонансной томографии или МРТ для более детальной визуализации причин появления боли. Лечение необходимо начинать как можно раньше, при появлении первых признаков заболевания. Ошибка пациентов в том, что они часто, игнорируя болевые ощущения, продолжают нагружать пораженную кисть и не обращаются к врачу. В качестве лечения острого периода заболевания доктор назначит вам иммобилизацию. Необходимо зафиксировать лучезапястный сустав и большой палец в специальном ортезе, чтобы остановить дальнейшее прогрессирование, снять воспаление, которое может появиться при осложненном течении и уменьшить боль. Вам могут назначить нестероидные противовоспалительные препараты или НПВП. Они также снижают воспаление и болевой синдром. Как правило, гель наносят на пораженный участок, но иногда приходится принимать таблетки внутрь коротким курсом. После снятия сильной боли рекомендуют физическую терапию или лечебную физкультуру, направленную на адаптацию сухожилия. При выполнении упражнений неправильно вы можете только усугубить ситуацию, поэтому лучше всего обратиться к врачу по лечебной физкультуре. Он обучит вас, как делать упражнения эффективно с положительным результатом. Довольно часто рекомендуют методы физиотерапевтического лечения, если не достигается положительный динамик базового лечения. Такие методы не являются доказанными или наоборот доказана их неэффективность, хоть и множество авторов уверяют в обратном. Физиотерапия очень популярна в странах Восточной Европы и Азии. Как метод быстрого оккупирования болевого синдрома в острой фазе заболевания или при неэффективности начальных этапов лечения используют местную инъекцию кортикостероидов в область влагалища и пораженных сухожилий. Эту инъекцию могут проводить с использованием методов ультразвуковой визуализации или УЗИ-навигации. Это является эффективным способом введения препарата и дает более выраженную положительную динамику. Этот вид лечения считается более предпочтительным и применяется в 83% случаев лечения пациентов с болезнью Дакирвена. В очень редких случаях назначают хирургическое лечение, направленное на иссечение влагалища, чтобы высвободить сухожилия. Операция дает достаточно эффективные результаты, но иногда встречаются и осложнения. Это крайний метод лечения, к которому прибегают лишь в том случае, когда длительное время консервативное лечение не приносит результата и существенно снижается качество жизни. В качестве профилактики рекомендуют снизить повседневную нагрузку на кист, которая подвержена этому заболеванию. Необходимо уменьшить время, проводимое за видеоиграми и переписки в мессенджерах. Если ваш труд связан с постоянно повторяющимися движениями, то лучше всего поменять характер труда или модифицировать свои движения так, чтобы они не были однообразными. Делать перерывы на отдых. Молодым мамам обычно рекомендуется по возможности не поднимать ребенка на руки, опирая его на большие пальцы, и разделить заботу о ребенке с партнером или родственниками. Волейболистам, у которых начались первые симптомы, лучше всего начать снижать интенсивный спортивный нагруз, необходимо зафиксировать. Если вы продолжите заниматься в полную силу, то риск того, что вы одномоментно продлежете свою профессиональную карьеру, очень велик. Давайте подведем итог. К сожалению, четких рекомендаций по тому, как избежать этой проблемы нет. Обычно при появлении боли в запястье рекомендуют обратиться к врачу, особенно если тесты, о которых я вам рассказал, приносят усиление боли. Помните, чем раньше вы обратитесь, тем легче будет проходить лечение. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Придерживайтесь методов доказательной медицины, ведь мы заботимся о вашем здоровье. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok